Добрый день, уважаемые дамы и господа! Рады приветствовать вас в нашем бренд-школе Ampire Décor. Я, Пономарёва Ирина, являюсь бренд-менеджером по обоям и тканям. Сегодняшний вебинар мы посвящаем всемирно известному бренду европейского происхождения Eiffinger. Eiffinger хорошо известен во всем мире. Этот бренд занимается тем, что разрабатывает совершенно потрясающие дизайны обоев и тканей. Они всегда идут в ногу со временем. Они разрабатывают дизайны интерьеров, они между собой сочетают несочетаемое, но это приводит к совершенно потрясающим результатам. Они тщательно продумывают возможность комбинирования продуктов между собой. Сочетания. Это позволяет в рамках одного производителя найти великолепное множество вариантов для вдохновения создания уникальных пожилых пространств. Таким образом, коллекции Eiffinger вдохновляют дизайнеров на создание ярких проектов, идущих в ногу со временем. В рамках сегодняшнего семинара мы вам расскажем не только об истории бренда, но и о новинках 2020 и 2021 года. 2020 мы хотим осветить, потому что все-таки была достаточно сложная история с пандемией, поэтому возвращаемся в прошлый год. Eiffinger выпустил много интересных и красивых коллекций, которые были вдохновлены именно изоляцией. 2021 год точно так же, в том же тренде, выпускает очень много интересных дизайнов. Это мы сегодня посмотрим, мы все это покажем, мы пролистаем новые каталоги с вами и все это увидим. А также хотим, конечно же, вам подсказать, как Ampire Decor может поддержать вас в правильном выборе продукта, потому что наша компания разработала целую экосистему, которая позволит в рамках нашей компании сделать уникальный интерьер. Итак, возвращаемся к истории бренда. На сегодняшний день Eiffinger – законодатель моды в дизайне и мировой лидер в производстве интерьерных решений. Но Eiffinger – это бренд со 150-летней историей, которая богата на разные события. Началось все с того, что семья Eiffinger, Анна и Тейл, открыли интерьерный магазин напротив Королевского дворца. И это оказалось стратегически верным решением становления и развития бренда на мировой арене, поскольку привлекло внимание знатий царских особ, которые в то время активно интересовались украшением домов. Анна и Тео уже тогда понимали, что текущее зрение могут привести их к успеху. И это позволило не только получить знатных вельмож в качестве постоянных заказчиков, но в итоге стать почетным поставщиком Королевы. Уже в 1887 году семья Eiffinger получила официальный статус поставщика Ее Величества Королевы и консорта Эммы. И этот знак до сих пор находится в офисе компании и является гордостью семьи Eiffinger. На следующем слайде мы видим Королевский дворец. Первый магазин декоративной вышивки и обоев находится сразу через дорогу от него. Стоит отметить, что генератором идеи в развитии бренда была Анна. Тео занимался представительскими функциями. Но, как мы все знаем, в то время нравы осуждали женщин, которые занимаются бизнесом. И такой альянс позволил семье Eiffinger разрешить общественные противоречия и свободно развиваться на этом поприще. Свой бизнес, чита Eiffinger построила на том, что угольные и торфяные печи в домах чадили. А это был основной способ отопления на тот период. Переклеивать обои приходилось примерно раз в год. Поэтому основным направлением они выбрали обои. А в качестве расширения ассортимента представлена декоративная вышивка, текстиль и ковры. Эта стратегия позволила семье Eiffinger развить свой бизнес. И к 1918 году был открыт обоиный дворец на площади Плац в Гааге. На фотографии мы видим большой зал дворца, в котором представлены обои, текстиль и ковровые покрытия. Их основной ассортимент на тот период. Изюминкой дворца, позволившей красиво представить товар, стал стеклянный купол, дающий много естественного цвета. А как мы все знаем, естественный свет всегда является украшением малого интерьера. В концепции убранства интерьера было тщательное зонирование, использование специальных поставок для рулонов, выклика экспозиции. Эту концепцию Eiffinger использует по сей день. С момента основания бренд Eiffinger пережил войны и кризисы. В сороковые послевоенные годы основной продукцией стали белые обои, которые продавались километры. В конце 50-х годов Eiffinger вернулся к торговле обоями с принтами. А в 1995 году открыл дизайн-студию и начал выпускать обои под собственным брендом. У Eiffinger нет собственного производства, и они размещают заказы на фабриках по всему миру, используя возможности различных технологий, нанесения рисунка, создания фактур. И это считается их конкурентным преимуществом. В 1995 году было построено здание бренда. Посмотрите, оно в форме развернутого улона обоев. Здесь представлен офис, дизайн-студия, склады и управляющий состав. Сегодня здание выглядит так же, и вы не поверите, но есть сотрудники, которые работают там с 1995 года до сих пор. Основной акцент направлен на разработку дизайнов обоев. Для вдохновения дизайнеры Eiffinger путешествуют по всему миру. Они изучают историю, искусство, этнические мотивы, архитектуру, архивные орнаменты разных народов мира и адаптируют их под модные тренды, что находит отражение в их коллекциях. Благодаря колоссальному опыту, эксклюзивным дизайном и высокому качеству обои Eiffinger смогли звонять достойное место на международном рынке. Сегодня Eiffinger – производитель, импортер, экспортер, дистрибьютор текстиля обоев более чем в 90 стран мира. В коллекции обоев и тканей создаются собственные дизайны студии бренда, становятся мировыми трендами. Eiffinger ежегодно участвует в международных выставках, представляя новинки обоев и тканей. Между прочим, компания Eiffinger в переводе с английского «глаз и палец». Eiffinger использует запатентованные технологии, учитывает последние тренды, и активно сотрудничает со знаменитыми дизайнерами. Благодаря технологиям, которые используются для производства, Eiffinger добивается максимального сходства с имитируемыми текстурами. Среди рисунков есть как простые, так и сложные детально прорисованные дизайны. В ассортименте можно найти как яркие, так и спокойные нежные тона. Легко вписываются в любой современный интерьер. Отдельно хочется отметить, что все обои Eiffinger экологически чистые. Их производство не наносит вреда окружающей среде. Поскольку на всей территории государства Нидерланды им уже много лет запрещены вредные производства. Обои подходят для любых помещений, включая комнаты для новорожденных. Также стоит отметить, что соотношение цены и качества могут вас приятно удивить. Каждый каталог Eiffinger создается как шедевр. Удивительные коллекции поражают своей непохожестью на другие обои. В коллекциях можно обнаружить целую историю, вдохновленную как природой, так и историями из жизни. Создатели не боятся экспериментировать с сочными красками, непрерывными рельефами и смелыми рисунками. Выбор основ разнообразен как по текстуре, так и по материалу. Текстиль, винил, бумага, фольга, флизелин. Помимо традиционных материалов, Eiffinger смело использует новые материалы. Например, Eiffinger впервые реализовал свою идею сочетания винила и флока. Благодаря технологиям обои Eiffinger обладают неоспоримыми преимуществами. Они долговечны, защищены от воздействия солнечных лучей, а следовательно, не желтеют, не выгорают. Если вы повесите картину, то через несколько лет на ее месте не будет темного кипна. А теперь мы поговорим о трендах. В этом году, в 2021 году, в мире дизайна интерьеров, мы видим как долгоиграющие тренды, они уже с нами не первый сезон, так и микротренды. Которые возникли под влиянием 2020 года, как мы все знаем, пандемии. Как ни крути, а такое глобальное событие не могло пройти незамеченным во всех сферах жизни, включая и интерьер. В период пандемии оторванные от природы люди стали больше обращать внимание на натуральные материалы. Тактильный дизайн, необработанная древесина, экологически чистые материалы, природные мотивы, растения. Вот лишь некоторые из особенностей этого дизайнерского движения. Сложно описать словами, но эти дизайны зачастую заставляют чувствовать себя уютно. Эти тенденции отображены в новых коллекциях Айфенге. Пантон объявляет цветами 2021 года иллюминейт грейд, цвет гальки на пляже, или иллюминейтинг, яркий и жизнерадостный желтый. Это два независимых цвета, союз которых создает вдохновляющий цветовой тандем, объединяющий чувство глубины и вдумчивости с обещанием солнечного дня. Округлые формы. Мягкость сегодня на пике. Это касается и архитектурных решений, и выбора мебели и декора. Это не новая тенденция, но сформировалась она не так давно. Обратите внимание на столы, лампы, пуфы и диваны. Почти вся дизайнерская мебель теряет прямые углы. Они закруглены. В масс-маркете так тоже можно найти отражение тенденций. Стулья, журнальные столы, базы, подсвечники. В архитектурном плане актуальны арочные формы. Речь идет не о дверных проемах как таковых, а о нишах. Настенные зеркала больших размеров, крупных элементов. Вдохновление природой. Один из трендов в интерьере 2020-2021 годов. И в дальнейшем он совершенно точно не сдаст позиции. Изоляция в доме доказала, что важно окружить себя натуральными материалами и фактурами. Это касается всего. И отделки мебели, и отделки в интерьере, и декора. Самыми популярными фактурами остается камень. Оникс, мрамор, гранит и дерево. Светлая деревянная мебель тоже на пике. Она утепляет оформление и добавляет уюта. Совмещенное пространство с сохранением приватности. Во время пандемии квартира превратилась в нечто большее, чем просто дом. Она стала спортзалом, рабочим пространством, местом для отдыха и хобби. То есть функционал помещений расширен. И основная нагрузка почти во всех случаях легла на гостиную. Увеличение видеозвонков не только от друзей, но и по работе. Заставило каждого из нас задуматься, какое впечатление производит наш дом на других людей. Это стало очень важно. Айфингер использует этот тренд в своих коллекциях, создавая панно и внедряя новинки. Такие, как самоклеющиеся круглые панно разных форматов. Поэтому неудивительным рост продаж элементов декора стен, в частности гобеленов и панно. Домашний сад. Озеленение дома – это глобальный тренд в сочетании с микротрендом, появившимся в условиях карантина. Первый был обусловлен развитием темы эко и близости к природе. Второй – намного проще. Большинству гораздо комфортнее находиться в пространстве с комнатными растениями. Это остро почувствовалось в период изоляции, когда нам всем стало резко не хватать прогулок, зелени, свежего воздуха. А уход за растениями перестал быть хобби. Стал массовым занятием и даже обрел некое название. Plant Parenting – родительство для растений. И Urban Jungle – городские джунды. А сейчас мы посмотрим последние коллекции Айфинга. И немножечко о них расскажем. Коллекция «Музеум», что в переводе на русский музей. Путешествия во времени и пространстве, где классическая элегантность встречается с современным максимализмом. Превратите интерьер в произведения искусства. Комбинируйте, создавайте, демонстрируйте их, как свои сокровища и наслаждайтесь красотой. Окружите себя изысканными материалами и возвышенными цветами – от темно-бордового до насыщенного зеленого и мерцающего песочного. Полюбуйтесь пышными цветами, великолепными птицами, бабочками. Наслаждайтесь прекрасными текстурами – от баркатистого флока до мягких ребристых обоев с цветовым градиентом. Или же выберите сдержанный шик с роскошенным прицель и изысканным диким шоком. Коллекция «Вотерфронт» характеризует природу, деревья, травы, легкий бриз и гладь подоема. Дизайнеры «Айфингера» демонстрируют, как из простых природных материалов создать шедевры для украшения стен в эко-стиле. Коллекция «Пип-студио». Со студией «Пип» «Айфингер» сотрудничает уже более 10 лет. «Пип» – это вымышленная девочка с птичкой на голове, которая путешествует по всему миру. Пятый каталог «Айфингер» и «Пип» снова ставит акцент на ботанических мотивах и яркой палитре цветов. Благодаря печати рисунков и структурных фонах обои приобретают эффект винтажных тканей. Коллекция «Скин». Коллекция обоев с животными принтами. Имитация шкур травоядных, хищников, рептилий с тщательной проработкой деталей. Чешуйки на змеиной коже. Пятнистые узоры на шкурах жирафов. Складки изолона на слоновей коже. «Волт Пауэр Фэбрид». Каталог обоев и панно, включающий 114 самых популярных дизайнов из разных коллекций «Айфингер». По сути, это сборник. Новинки – это самоклеящиеся круги и дизайны, созданные совместно с голландским иллюстратором Карлином Бандельером, мальчиком с аутизмом и пик-студией. «Апир Декор» является официальным представителем «Айфингер» на территории России более 10 лет и является ключевым брендом в нашей работе. «Айфингер» 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 «Айфингер»